Первая половина, первая тайна складывалась не полпад для нас, мы контролировали ситуацию. К сожалению, не реализовали моменты. Были проблемы с завершением или вообще с последним пасом под контролем. Потом, когда уже мы немножко где-то начали садиться, по какой причине, есть объективные, субъективные причины, наверное, игра начала более нервозный характер принимать. Были у нас в определенные моменты нападающий, довольно быстрый регламент. В общем-то, правый хап, мел коня, у нас проблемы много создавали. Во втором тайме мы удачно забили гол, Давыда вышел, забил, немножко успокоились, в концовку забили еще один мяч. Я думаю, борьба, пропустили гол, концовку, конечно, это все создало нервозность. Я думаю, борьба еще будет в Актюбинске и еще результат. Я думаю, все может случиться, потому что команда мне понравилась, играет, в общем, активные, быстрые, техничные ребята, особенно на контратаках и при стандартах нападающих есть. Второго выпустили, одиннадцатого номера, тоже создал нам проблемы. И с левой стороны, когда выпустили третьего номера, здесь с левой стороны тоже создавалось приличное напряжение. Я думаю, сейчас еще борьба будет впереди второй мочи. Я думаю, что не будет, потому что он сейчас еще где-то только, если в лучшем случае начнет тренироваться, он уже 12 дней пропустил, и я думаю, что к этому времени он вряд ли подойдет. Спасибо. Все возможно, хотя все возможно. Если уже так форсировано будет, посмотрим, каком будет состоянии. Но я все-таки сомневаюсь. Ваша команда сыграла на том уровне, который играет в чемпионате, или сегодня не так? Нет, вы знаете, у нас немножко другой стиль команды соперника, поэтому сравнивать немножко сложно. Где-то индивидуально игроки переигрывали у нас таких моментов где-то не в каждом матче, не в каждом матче, не в каждом сопернике. Я говорю, команда соперника, ваши игроки, они индивидуально где-то создавали моменты своими индивидуальными действиями, дриблингом, разворотами, создавали, определи такие сложности. У нас там где-то не каждый матч, у нас там немножко стиль другой, более такой, как бы, меньше, ну не так, что силовой, но меньше таких, индивидуально сильных игроков, как некоторые из ваших игроков. Андрей Зиндор, сержанты, в момент, в результате про спорту. Скажите, пожалуйста, про прощенный мяч сильный изменение в вашем состоянии? Ну, оно, в принципе, не изменилось. В принципе, так же надо сопернику забивать, если считать арифметику, два гола нам надо забивать, что так, что так. Просто дополнительный нервоз, я нервозность вносит, вот этот гол, конечно, в нашу следующую игру. Хотелось бы все-таки сохранить мяч, игру на ноль, победу на ноль, в концовке, на последнюю минуту, честно говоря, так. Обычно мы доигрываем матч нормально, а здесь что-то раз не собрано, закончили мяч, прежде всего в центре, в центре у нас, в оборону. Последний день у нас железняка, Владимир Андреевич, вот в этом москве расстоянии сегодня, чем вы получили, узнали соперника, и будут принесены какие-то коррекции? Ну, на 80% мы знали, что такая игра будет, у этих игроков мы знали, просто здесь вот этот грузин, мы его так не видели, и плюс вот еще левый хап, восьмой номер. Восьмой номер, мы тоже определились по нему, а так, в принципе, все ожидаемо. Единственное, мне больше как бы по пленке, по тем, что мы смотрели, по пленке мячика, здесь как бы более, то самое, лучше они выглядели. Дриблинг, быстрота движений, то есть по пленке немножко по-другому смотрим. Спасибо. Николай, я хочу сказать, я позову. Владимир Андреевич, он сейчас связан вот такая нервная концовка, вот попущенный гол, и потом еще моменты были. Как вот ребята-то, что случилось? Ну, игра, я говорю, игра у нас первые 25 минут складывалась так, что мы имели преимущество, можно сказать, такое тотальное, что ли, преимущество. В центре поля контролировали мяч, к сожалению, без реализации. Потом мы стали уставать, потом все-таки мы забили гол. Ребята, может быть, немножко уверовали в то, что свою как бы силу, вот это начало матча. А потом концовку уже на расслабленном виде доигрывали матч. И где-то стали себя, откровенно, я думаю, все-таки жалеть. В центре, концентрация пропала в центре обороны. Ничего там такого не было. Играйте с игроками, контролируйте своих игроков. Нет, просто стали играть с позиций, доигрывать эпизод. Думали, раз не забивает в 90-м, значит на 92-м даже не забьют. А здесь забили. Спасибо. Владимир Владимирович, вы, конечно, скажете, что вы играли в команду. И все-таки для журналистов, скажите, пожалуйста, кого выделите в нашей команде и кто понравился из соперников? Я со своей командой никого не буду выделять, потому что у нас общая команда. Кто-то там сыграл чуть хуже, чуть лучше. Кого-то выделять, это значит выделять среди наших партнеров. Зачем выделять? Они играли, общее дело делали. Я считаю, что забило команду два мяча и пропустило тоже команду один мяч. А у соперника, вот я говорю, мелканя, нападающий довольно, вот беглоне, 22-й номер, тоже создавал проблемы, острый игрок. Ну и, в принципе, индивидуальные действия на флангах тоже понравились. Спасибо. Я хотел вас спросить про Астану. Знаете ли вы результаты ночи? Вы сказали 0-1, да? Да. Что вы думаете о этом футболе? Какие вы уроки в этом году? Это футбол, я считаю, болгарский футбол, это неплохой футбол. И Астана довольно качественно играл. Я думаю, упорная борьба 0-1, конечно, плачевно. Ну, я думаю, при общей собранности где-то все зависит. Постанье есть кому играть, есть кому забивать. У них команда неплохая и титулованных игроков много. Я думаю, там тоже борьба не закончена. Спасибо. Все? Все, всем спасибо большое. Спасибо. Большое любое. Спасибо. 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 Спасибо.